А я здесь и сейчас, с вами я, Стас.рг и прямое включение. Наконец-то мы увидели геймплей за парапу на первом уровне. Буквально несколько минут назад за пересылку футажа спасибо Ване Бе. На самом деле футаж, оказывается, я не заметил. Он был выложен ещё на какоски на том сервере по Amjami Laminal, где всё ищут. И один из очень близких людей к владельцу автомата, его на сервере зовут Воссий, на свой ютуб-канал Сирдейси залил свой геймплей с подписью «Решил загрузить геймплей первого уровня на ютуб». Сорян за плохой угол камеры. Это всё, что я мог сделать с очень ограниченным временем. Ну, как уже говорилось, есть один человек в комьюнити парапу, у которого есть доступ к автовату, помимо самого владельца. И поэтому это очень хорошо, когда есть такой человек. Наконец-то мы увидели геймплей за парапу на первом уровне. Вообще, это не самое интересное. Как всегда, ошибка 0.5. Про ошибку 0.5 потом поговорим. Всё, нажимаем кнопку... Нажать кнопку «Старт» и начинается что-то такое, чего ещё вообще не было в оригинальном же время. То есть, какой-то новый скрытый контент, который вырезали по неочевидным причинам, наверное. Не знаю. Я... Я вот уже... Просто я сейчас на хайпе просто. Мы этого ждали 20 с чем-то лет. Я не знаю, сколько мы это ждали, но... Наконец-то. Всё, смотрим, короче. Мы слышим инструментарий. И нам чё-то говорит из-за светлого экрана, не видно какие-то китайские синглы. Говорит чё-то нам Таманаги Сенсей. И нам, короче, показывают... Туториал. Это туториал. Нам впервые показали туториал. То есть, туториалов не было вообще. То есть, как в первой парапе не было туториалов, не было туториалов второй. Да, точнее, как туториал. В первой части был всё-таки, там, точнее, практик смотри же был. Где Кэти говорил то, что... Вот, смотри, нажми, когда... На кнопку нажать. Показывают, что такое ранг, что такое очки. Кул ранг показывают. Ну, гуд ранг. Бэд. Олфул. Ага. И опять чё-то нам говорит. Ёпта, скример. Так. Всем привет, с вами Джочин. Позвольте мне представить вам новый продукт. I'm Jamer, let me now. Стоп, он сказал ум? Во-первых... А, он нам показывает, как именно игра. То есть, вот какая-то сама гитара. То есть, вот это... Ну, то есть, вместо геймпада здесь такие вот гитары, представленные к... К автомату. Кто не видел футажи, тот... Вот сейчас, слева появляется гитара. То есть, он говорит то, что... Ё, чувак, смотри. Нажимаешь сюда. Нажимаешь сюда. И это, короче, ну... На гитаре нужно нажимать. Типа такая гитара, типа... И муляж с гитарой, знаете. О, он может нажимать сколько угодно, и он это показывает. Но не удивительно, что это вырезали из-за оригинальной PS1-версии, потому что... Очень оригинальной, это порт всё-таки. Потому что... Что это C? Что это? Какие-то новые кнопки. Мне не удивительно, что её вырезали, потому что памяти строком их нужно было очень много бы. Кстати, давних мы очень мало видели анимации нормальных по джи-шинам. Фу, вот это самое интересное. Она показывает, как мы будем играть. Можно выбрать соло-режим, батл-режим или кооп-режим. Также выбирать сложности. Вот это самое интересное. Сложностей было всего два в играх. Изи и Норвал. А здесь есть хард. Что за хард, непонятно. Очень хочется поиграть, очень хочется. Ну и, конечно же, за Лэйми или за Барапу играть. Кажется, что выбираем Барапу. Точнее, владелец выбрал Барапу, потому что все хотят видеть геймплей первого уровня за Барапу. Ссылочка на футаж в описании. Все смотрите, это очень интересно, мы этого очень долго ждали. Скрим на машины. И вот он, геймплей! Наконец-то! Барапа, он ферст стейдж. Что-то там, короче, текст мне будем повторять. И что самое интересное, что я здесь услышал. Голос Барапа не звучит, как... Вот... Не звучит, как... Круспи Тиэкш саунд. То есть, он здесь не сжат. То есть, на автомате больше все-таки памяти. И... Здесь голос Барапа нормально прям слышится. Да отчетливо прям. То есть, если бы звук был совершенно другой, было бы слышать то, что... Его плохо слышно. Кстати, Барапа ничего не держит. То есть, сегодня то, что Барапа мог держать микрофон, все-таки не подтвердились. Он ничего не держит в руках. О, это интересно. Здесь почему-то звук Упс, он все-таки сжат каким-то образом. Почему-то звучит как-то странно. То есть, это заметно. То есть, все голоса нормально, а Упс, именно Упс, он с ним что-то не так. ББР ЗАГАДР ПИК ПРИ ПЛАЙ ДАУН С С Ну, треугольники понятно, кружки тоже понятно. они указаны на геймпаде по джетс а джетс все понял что за кнопки джетс это каш на геймпаде дополнительные кнопки такие типа как lr только джетс и пик бронг рай гитару держит а гитару папы или это пылесос не видно не видно не видно это пылесос это пылесос то что присутствует не реально просто берет и материализуется и он этого не замечает а что это ты держишь у себя в руках субтитры пропали учить учитель что это аппарат и пофиг он улыбается ему норм прекрасно уровень пройден продолжаем так это видос о чувак лицо показал не жена в конце что будет лицо показывать итак собственно что мы узнали из этого геймплея во первых геймплей за параболу ну то есть как бы он существовал действительно есть то что он реально держит все-таки пылесос в конце и то что у него нет ничего в руках в на уровне то есть ничего в руках его на уровне не держит и у него просто берется присоции откуда почему кстати непонятно почему хотя это сон во сне все может произойти что мы еще узнали мы узнали что здесь есть в начале прямо выбора вначале нормальный выбор точнее начать туторию показывает и объясняет как чё работает а потом показывают как играть то есть управление показываться вот этот сбоку шей это вот на самой гитарке и 4 кнопки треугольник круг квадрат крест а дальше нам показывают после этого а точнее дальше нас идет выбор идет выбор между и геймплей каким геймплей какой геймплей выбрать соло командная работа то есть вдвоем можно играть там же три гитары же видели и батл режим то есть кто берет больше очков тот самый крутой дальше нас выбирают сложность вот это интересно потому что сложности всегда всегда все и парапах было всего две сложности easy и normal на easy режиме в первой парапе можно было пройти только три уровня чтобы типа ознакомиться чисто на них нельзя было по это получить к режим но было гораздо и в легче в них играть а после третьего уровня вам показывает что чувак молодец а теперь подисти на нормале во второй парапе тоже самое было во втором парапе было тоже выбор сложности только я не помню там а вроде тоже тоже нельзя получить но я не помню нужно глянуть вам же верлами норму и easy режим это нормал обычный режим а easy режим это ниндзя режим из 2 парапы то есть все кнопки заменялись на сюрикена и ты мог отжимать вообще чего угодно и тебе ничего это и ты вообще не мог никак никак ни разу ошибиться то есть у ниндзя режим кто смотрел айсберг тот поймет но здесь показали hard режим что за hard режим то есть больше кнопок будет потому что кто знает кто в отличие от параповской автор а в той части парапы где реально есть выброс сложностей то есть линия меняется по ходу и расположение кнопок тоже меняется в первый парапе анджей милыми кнопки всегда были одними и те же то есть сколько бы ты уровень не проходил всегда на хотя бы тоже к автомобильные рэпы всегда одно и то же всегда это ну-ка жми на газ ну-ка жми на тормоза все никаких сложностей а тут прям hard режим что такое hard режим у нас новые вопросы по имелись что такое hard режим катя игрока выбирает из режим но сюрикен мод не появляется то есть там появляется нормальные кнопки и никакого наверно если режиме тоже нельзя получить хаку вот судя по всему на нормой режиме наверно можно получить и все окей будет а вот hard режим что такое hard режим как это понимать мы не знаем поэтому ждем больше фото жена может пород лучше подождать вот когда появится ром файл потому что ром файл очень тебе очень хочется поиграть знаете прямо просто руки чешутся но вы сами понимаете то что норм файла нету нельзя его сейчас я никак получить нет официального соглашения никто еще ничего я никакой дабы файла не делал поэтому собственно ну вы поняли короче в описании я оставлю всю информацию подробную если у вас возникнут вопросы но дальше начнется геймплей с запара кати можно попробовать сравнить скриншот который мы нашли который было к неподтвержденным то есть скриншот который вставлял два предыдущих видео хотел даже сделать отдельные видео по поводу является ли этот скриншот подлинным или нет но сложно понять да сейчас открою прямо на своем компе точнее даже на на подаже его вставлю сейчас его открою у себя все короче ребята только что проверил скриншот является чистой подделкой к сожалению это подделка это можно понять потому что в оригинале иконка ведь сверху слева иконка парапы типа нам показывают сейчас кто играет сейчас учитель играет линию или парапа играет линию то есть видите там зеленая зеленый фон такой у иконки а на на скриншоте фиолетовый фон то есть это в том числе говорит то что ну как бы все это это фейк скриншот еще из-за чего возникли вопросы это иконка парапы на скриншоте она весьма близко находится к иконки треугольника а вот на стоп-кадре вот где положение камеры точно такой же и пози позиции в числе тоже такая же поза точнее там иконка парапы гораздо дальше уже ушла то есть это тоже не моя тоже форма является фейком то есть я по иконке можно было за запомню то что ну тут что-то явно что-то не так то есть конечно появляется подделка я хотела просто я сделать для отдельные видео типа является ли это подделкой или же это реальный скриншот и все проще только что подтвердил что-то реально фейк скриншоте то есть фон фиолетовый иконка немного сдвинутым то есть все про об этом скажем мы забываем блин геймплей суперский просто в 2 ставлю мы 10 амжи в лэймов и 10 все ребята на этом тогда у нас все ссылочку гейплей конечно же в описании оставлю кто хочет посмотреть смотрите кто не хочет смотреть но не смотрите мне пофиг тогда на этом все ребята ждем больше гейплея больше футажей присылайте мне футажей в телеграм или лучше в дискорд чтобы было все оперативненько спасибо за просмотр ставьте лайкосы и всем покеда